Сегодня тебе не придется бороздить огромные просторы интернета, чтобы отыскать что-то новое. Ведь у тебя есть мы. Команда Универ Ньюз отобрала для тебя самые свежие и познавательные новости. Привет! С вами в студии вновь я, Олег Скиданов. И сегодня в выпуске. В Казани прошла 20-я церемония награждения международной премии. Самый молодой гроссмейстер показал, как ставить мат. В КФУ приехал Сергей Корякин. КФУ покоряет не только списки рейтингов, но и настоящие горы. 26 сентября состоялось очередное заседание ректората Казанского федерального университета под председательством ректора Ильшата Гафурова. Традиционно ректорат разобрал вопросы, требующие практического решения. Какие теперь изменения ожидает весь процесс построения единой стратегии университета, расскажем в наших ближайших выпусках. Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в награждении премии имени Завойского. Кто получит знаменитую премию, смотри в сюжете Олега Кашина. 25 сентября в Академии наук Республики Татарстан состоялась церемония награждения международной премии имени Завойского. Вручение премии – это первое и наиболее значимое событие недели Завойского. Кроме награждения, планируется к проведению международной конференции современные достижения магнитного резонанса. В этом году обладателем премии стал профессор из Японии, Такиджи Такую. Это весьма символично и значимо как для России, так и для Казанского федерального университета. Ведь КФУ активно сотрудничает с вузами Японии. Один из главных партнеров – университет Рикен. Эта премия и сегодняшний день начинает, передает старт следующего года, который, как, наверное, вы знаете, объявлен науки годом Японии и России. То есть будет проходить огромное количество мероприятий представителей российского академического сообщества на территории Японии. А японские наши коллеги, надеюсь, будут работать и на наших площадках. Для нас это особенно важно, поскольку Казанский университет сегодня вплотную работает с многими японскими университетами. И центровые места здесь, конечно, занимают наши сотрудничества с научным центром Рикен. Не стоит забывать, что Завойский сделал свое научное открытие именно в стенах Казанского университета еще в 1944 году. Сама же премия была создана позже, в 1991 году. И с тех пор этой премии были удостойны более 30 ученых разных стран мира. Ежегодное вручение перед новой премии имени Завойского стало знаковым событием в культурной и научной жизни Республики Татарстан. Ее столице города Казани, имеющей замечательные научные традиции. Напомню, премия имени Завойского была основана в 1991 году. С тех пор, по счету названия ее лауреата, было удостойно более 30 видных ученых из разных стран мира. В завершении Такиджи Такуи прочитал лекцию, посвященную своим научным разработкам. Олег Кашин, Ленардо Влесьяров, Универньюз. В Казани состоялся большой выставочный проект, посвященный историческим событиям в Волжской Булгарии. Казанский федеральный университет вносит существенный вклад в восстановление наследия прошлого. 25 сентября в Национальной художественной галерее Хазинэ прошла выставка «Беляр» осень 1236 года, в организации которой существенный вклад внесли ученые КФУ. В такие короткие сроки удалось вот эти вот иллюстративные материалы, все эти рисунки сделать, потому что уже какие-то наработки были, несколько работ уже готовых, созданных до этого, вошли в книгу. И все это помогло вот именно в такой короткий срок создать такую книгу. Выставочный проект поведал о важных переломных событиях в истории Волжской Булгарии, когда монголы завоевали это государство и захватили ее столицу Беляр, которая в древнерусских летописях именуется «Великим городом». Авторами идеи являются автор книги «Беляр» осень 1236 года Константин Руденко и директор издательства «Заман» Марат Гривзянов. От Казанского федерального университета участвовали проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов, руководитель высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия КФУ Айрат Ситиков. Кстати, как отметил Айрат Ситиков, ежегодно около полутора сотни человек проходят археологическую практику на Белярской базе. Совместно с Академией наук Татарстана ведутся раскопки по изучению каменных сооружений и других объектов. Ученые КФУ ежегодно проводят экспедиции на территории городища. Всем известно, что о восстановлении историко-культурного наследия Республики Татарстан ратует государственный советник Татарстана Ментимир Шаймиев, который был почетным гостем на выставке. О чем мы заговорили, когда взялись за такие проекты, что это делается от души для души, и людям обязательно понравится, вот это по жизни оправдывается. По мнению Ментимира Шаймиева, настало время обратить более пристальное внимание на изучение такого значимого историко-культурного памяти Казахстана, как Беляр. Самый молодой гроссмейстер подтвердил звание сильнейшего шахматиста современности не на словах, а на деле, прямо в стенах шоурума Высшей школы журналистики. На встречи с самим Сергеем Карякиным побывала и наш корреспондент. Чем запомнилась встреча, узнаешь прямо сейчас. Любопытные истории, связанные с одной из сложнейших игр на свете, удалось услышать студентам Большей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, как говорится, из первых уст. Согласитесь, пообщаться с чемпионом мира и именитым гроссмейстерам удается не каждый день. Именно поэтому молодые специалисты не упустили столь уникальные возможности. Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин дал мастер-класс в стенах шоурума Казанского федерального, чем и вызвал пристальное внимание молодежи к своей персоне. Ну, я их хочу мотивировать на спортивную жизнь, на то, чтобы они достигали своих целей в жизни. То есть, не обязательно, может быть, спорт высших достижений, но, по крайней мере, просто, чтобы они умели играть в шахматы, ставили перед собой цели, может быть, другие, не шахматные, и добивались их. Трудно спорить с тем, что Сергей Карякин является отличным примером самоорганизации и целеустремленности в вопросах тяги к новым знаниям, навыкам и достижениям, что, безусловно, полезно для молодого поколения журналистов и не только. Можно не сомневаться, что прошедшая встреча студентов с самым молодым в мире гроссмейстером подстегнула интерес к шахматам. А сам мастер постарался научить ребят мыслить стратегически, чтобы в два счета добиться громкого успеха в жизни. Аделья Шамилова, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. Высочайшая гора Европы, высочайшая вулканическая вершина Евразии и просто одно из семи чудес России – Эльбрус. Команды смельчаков из Казанского федерального покорили вершины величайшей горы. Об этом расскажет Олеся Чеботарева. Каждый альпинист и человек, который влюблен в горы, мечтает покорить Эльбрус. А с каждым годом таких желающих становится все больше и больше. Люди отправляются в горы не только для того, чтобы поставить галочку в своем списке, но и для того, чтобы испытать свое тело и дух, тем самым укрепить их. Так четверо студентов из КФУ решили проверить себя и свои силы, отправившись покорять высочайшую точку Евразии. Мы находимся на приюте 11, ну не совсем приюте, чуть выше. Открывается такой вот потрясающий вид, погода замечательная. Приют вон там. Вот это две вершины Эльбруса. В скалах у нас расставлен штурмовой лагерь. Несмотря на шикарные виды и просторы заснеженных гор, главным препятствием были не опасные участки, а то, как ребята тяжело переносили гипоксию, которая проявляется в кислородном голодании, сильной головной боли и тошноте. Петь, как самочувствие? Самочувствие очень грозно, дыхание подбивается, уши закладывает, но это ничего страшного. Вершина Эльбруса представляет собой два самостоятельных вулкана. Высота максимальной точки горы западного пига достигает 5 642 метра. Владислав, Алена, Никита и Фидан посвятили это восхождение любимому Казанскому университету, подняв над высочайшей горой флаг с соображением герба КФУ. В летние каникулы, когда многие лежали на жарком пляже, наш оператор Роман Самарин со своим другом потратили 9 дней на восхождение на Эльбрус. Но до самой вершины им так не удалось собраться из-за плохой погоды. Два дня им пришлось находиться на вершине 4300 метров. Несмотря на полученные положительные эмоции, Роман все-таки хотел бы вновь попытаться покорить Эльбрус. Олеся Чебдарева, Универньюс. На этом все. Главное помни. Любишь интересные новости? Люби и Универньюс смотреть. С вами был Олег Скиданов. До встречи!